Борьба за звание лучшего среди студентов университета развернулась поистине жаркой. Будущие специалисты в разных сферах деятельности показывали все, на что способны. А талантов у ребят оказалось немало. Творческие номера были самыми разнообразными, от песен и танцев до юмористических зарисовок. В первом испытании публика смогла ближе познакомиться с участниками. Студенты рассказали о себе, о студенческой жизни и успехах, к которым успели прийти. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, как и некоторые из ее сверстников, учебу в ВУЗе успешно совмещает с творческой деятельностью, спортивными тренировками и работой в телекомпании Бук-ТВ. Успеть все можно, а главное нужно, так считает студентка филологического факультета отделения журналистики. А потому активно занимается самосовершенствованием. В подготовке к конкурсу Анастасия тоже нашла время, к испытаниям подошла основательно. Судьи это отметили. Я постараюсь быть просто искренней. Мне кажется, что когда человек искренен собой, он искренен залом, тогда вот эта вот приятная добрая энергетика, она будет распространяться на всех. Я не буду лукавить, я не буду обманывать, я буду просто такой, какая я есть. Это самое главное. В этом году я заканчиваю Пушкинский университет. И, наверное, как каждому студенту, мне бы хотелось оставить красивый финальный аккорд после себя, чтобы кто-то во мне помнил, чтобы были какие-то приятные воспоминания. И поэтому, наверное, вот этот вот конкурс, это не столько планка для того, чтобы преодолеть себя, какие-то свои силы. Я знаю, что что-то я уже умею, что-то я уже могу по отношению, может быть, даже к тем же ребятам, которые учатся на втором, на третьем курсе, ну, в силу какого-то возрастного, наверное, даже опыта. Я просто понимаю, что все, это последнее, что я могу сделать, и я хочу это сделать красиво. Студент факультета физического воспитания Николай Вобещевич к восторгу публике показал отнюдь не свои спортивные навыки. Он удивлял жюри и зрителей своими вокальными данными, тем самым доказав, что в жизни молодежи вне зависимости от выбранной специальности есть место творчеству. Соперники очень сильные, не знаю, как в прошлых годах, но в этом году, конечно, очень все такие красивые, стильные такие, все со своими идеями что-то новое так произносят, вот. Ну, а мы, конечно, спотфак, мы немножко так поскровнее, так сказать, но, конечно, за победу я посражаюсь. Самый престижный конкурс вуза, каким стал со временем студент года, доказал, молодежь стремительно идет в ногу со временем. Ей под силу любые барьеры и сложности, она хочет овладевать знаниями и развиваться творчески. В этом году было три выносных этапа, которые они начали готовить за месяц. Это практико-ориентированные проекты, они должны были придумать эти проекты и реализовать. В этом году эти проекты были посвящены под девизом «Брест – культурная столица». Ребята реализовывали свое творчество, свои идеи на благо города и подтверждают тем, что это наш город в этом году является столицей культуры. Был выносной этап интеллектуального конкурса, где они в режиме тестовых заданий интеллектуальных сражались в своем интеллекте. Также выносным этапом являлась видеопрезентация с проектов. Этот год очень сильный. Ну, есть, конечно, уже с отрывом некоторые прошли эти конкурсы выносные, потому что они самые дорогие выносные. Это интеллектуальный конкурс – 10 баллов максимум можно было набрать. И практико-ориентированные проекты – тоже 10 баллов. Ну, это самый престижный и подтверждающий тому, что это студент года. На сцене студенты показали устное мастерство в конкурсе с пичей, поучаствовали в философском ринге, а также показали танцевальные возможности. Благодаря испытаниям участники смогли продемонстрировать широкий спектр своих способностей. По итогам всех испытаний на первое место вышла студентка филологического факультета Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Именно наша коллега получила заслуженное звание студент года 2015.